Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Каждую пятницу в 9 утра жители подмосковной деревни Тимохова приходят за водой. Сами разгружают и распределяют между домами. Тем, кто рано уезжает на работу, соседи оставляют бутылки на тротуаре. Машина привозит почти 700 штук. Недельный запас на всю деревню. Расчет примерно 25 литров на человека. Это нужно растянуть и на помывку, и на готовку, и на стирку. Все домой. Даже огороды они поливают дождевой водой. Хотя почти у каждого есть колодец или скважина с фильтрами. Но пользоваться этой водой все равно нельзя. Месяца за три фильтры покрываются слоем бурой грязи. А все потому, что подземные источники отравлены так называемым фильтратом, токсичными стоками с нараставшего тут годами мусорного полигона Тимохова. От деревенских домов до него всего несколько сот метров. Мы когда заехали, смотрели участок, мы эту свалку даже не видели. И она с 14-го года просто начала расти прям не по дням, а по часам. Вот, она увеличилась сейчас на данный момент, наверное, уже раза в три от того, что было, если не четыре. Вообще, проблемы здесь копились еще с 80-х. На месте нынешней свалки был карьер по добыче глины, из которой делали кжельскую керамику. После того, как работы остановили, в ямы начали стихийно свозить годовые отходы. Так появился этот полигон, один из самых больших в стране. Его начали перепрофилировать в 2021-м. Но накопленный вред для природы и жителей быстро не исчезнет. А здесь, конечно, бурьян. Все прям заросло. Зато говорят, там, где плохая экология, лучше природы. Все быстро зарастает. Птиц много, сейчас я как в тюрьму. Экоактивист Денис Комаров много лет следил за тем, как разрасталась свалка. Она достигла высоты 110 метров. Никакого барьера, который бы защищал подземные источники от токсичных стоков ни в советское время, ни в 90-е никто не сделал. А истощенный от выработок слой глины, который поначалу служил преградой, в итоге сдался под многотонным весом мусора. И токсичная жидкость начала просачиваться вглубь. Денис регулярно осматривает полигон с дрона, даже делал съемку с тепловизором. Говорит, что красные, то есть горячие области, это места, где из глубины поднимается свалочный газ, накрывающий зловонием всю деревню. Это не очень весело, потому что, как я уже говорил, Москва-Сити, Айки-Квартал, он 70 метров, по-моему, это выше, чем Айки-Квартал. Вот поставь его в Москва-Сити, будет выглядеть красиво. У меня фотография такая есть. И сейчас все равно отходы везут. Сейчас вокруг него и уходит он туда, на восток. Современный уровень производства и потребления товаров и продуктов плодит мусор во все возрастающих количествах. К примеру, треть всей еды, которую производят на планете, выбрасывают в помойку. И это почти полтора миллиарда тонн в год. Для сравнения, Москва со всеми ее жителями, зданиями, дорогами и автомобилями весит в четыре раза меньше. Мусор порой начинает сыпаться людям на головы. Так произошло в крупнейшем городе Шри-Ланки, Коломбо, в 2017-м. Свалка высотой с 30 этажку лавиной сошла на городские кварталы. Мусорный оползень накрыл полторы сотни домов. Порядка 30 человек погибли. Вообще почти все наши вещи рано или поздно заканчивают свою жизнь на помойке. Несъеденная еда, упаковка, одежда, мебель, электроника, машины, самолеты, поезда. В Британии есть даже свалка старых телефонных будок. Каждый день в мире создается почти 48 миллионов тонн отходов. Наверняка все видели картинки с несчастными черепахами, гибнущими от пластика, и с великим мусорным островом в Тихом океане. Может ли человечество остановить эту бомбу замедленного действия? Или наша судьба быть погребенными под гигантскими толщами мусора? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мусорная проблема в ее текущем виде возникла на планете после Второй мировой. Рост благосостояния породил бум потребления. Люди стали покупать все больше и больше товаров, и у них появилась современная упаковка. Удобная, привлекательная, продлевающая срок хранения. Мы начали покупать все в маленьких упаковочках. И сверху еще упаковочка, и еще две упаковочки, и пластиковый пакетик для... и не один для этого всего. Вот это вот безумное потребление, оно и дает повышенное количество мусора автоматам. И процесс ускоряется. В 80-е каждый советский гражданин за месяц относил на помойку примерно четыре десятилитровых ведра мусора. В начале 2000-х количество отходов утроилось, а за последние 20 лет учетверилось. В советское время, собственно говоря, какие там отходы. Отходов как таковых и не было. Причем упаковка была такая, которая в течение года, наверное, там эта бумажка, да, она разлагалась, и толком-то ничего от нее не оставалось. Мусор 21-го века настолько долговечен, что способен пережить несколько человеческих поколений. К примеру, стекло будет разлагаться на свалке больше тысячи лет. Пэт-бутылки, в которые чаще всего разливают напитки, алюминиевые банки, картонные упаковки из-под соков и молока больше 400 лет. Ладно еще, если все это попадает на полигон. Зачастую в зонах отдыха, как Романцевские горы в Тульской области, туристы оставляют мусор просто на природе. В итоге волонтеры акции «Вода России» в этом году заполнили здесь почти четыре мусоровоза. А за восемь лет, которые существует движение, собрали на водоемах по всей стране столько мусора, что если упаковать его в морские контейнеры, а затем сложить их друг на друга, то верхушка этой башни дотянется почти до космоса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Особая проблема с мусором в океане. Даун Гуен из Вьетнама стал экоактивистом четыре года назад. Здравствуй, мне два литра бензина, пожалуйста. Он открыл мини-отель у побережья и думал, что от туристов не будет отбоя. Но в мечту об успешном бизнесе вмешался мусор. Вот, смотрите. Бутылка спиртного и тюбик косметики. А бывают такие странные пятна, вроде химия какая-то. Они лежат кляксами на песке, и если до них дотронуться, можно получить ожог. Каждый день у Тао начинается с уборки пляжа. За раз он набирает до полусотни килограммов мусора. Часто находит пластиковые банки и упаковку с иностранными этикетками. Их явно приносят морские течения. Видимо, в других странах думают, раз они выбросили мусор, то избавились от проблем. Но они не подозревают, какие проблемы создают нам, как портят нашу природу и красоту. Американский предприниматель и исследователь Виктор Вескова обнаружил конфетный фантик и пакет даже в Марианской впадине на глубине в 11 километров. Экоактивисты из Британии и Канады Гэри Стоукс и Тиль Фелбс Бондарёв в начале пандемии прошлись по побережью необитаемого острова Тай-А-Чао в двух километрах к северу от Гонконга и нашли там среди другого мусора 70 медицинских масок. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Количество масок, которые сюда прибивает, вышло из-под контроля. По подсчётам исследователей, только в первый год пандемии в океан попало больше полутора миллиардов одноразовых масок. Нетканный материал на основе полипропилена будет разлагаться почти полвека. В российской Арктике каждый год экспедиции учёных и волонтёров собирают десятки тонн отходов. Мусора там стало так много, что в Северном арктическом федеральном университете даже задумались над созданием роботоуборщика. Первый образец уже прошёл ходовые испытания. Он застрял буквально в одном месте, потому что проехал по влажной глине, которая из протектора сделала почти круглое гладкое колесо, которое уже не смогло цепляться за поверхность. Северный арктический федеральный университет входит в научно-образовательный центр мирового уровня Российская Арктика, новые материалы, технологии и методы исследования. Всего в России благодаря национальному проекту наука и университеты в десятилетия науки и технологий работает 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Ну а свой манипулятор разработчики совершенствуют, чтобы справлялся и с мелким мусором. Правда, до реально работающей модели ещё очень далеко. А мировой океан тем временем умирает от мусора в прямом смысле. Животные гибнут, запутавшись в обрывках рыболовных снастей или наевшись пластиковыми отходами. Возможно, самого опасного мы ещё даже не знаем. Микрочастицы распадающегося пластика по пищевой цепочке через планктон накапливаются в рыбе и попадают в наш организм. Плюс фрагменты автомобильных шин в воздухе, микропластик из чайных пакетиков. В итоге, по некоторым подсчётам, человек съедает в неделю около 5 граммов полимеров, то есть целую банковскую карту. Как это влияет на здоровье? Предварительные выводы учёных пугают. Проводится исследование по изучению влияния микропластика и веществ, которые входят в состав, на вызывание онкологических заболеваний. И есть уже ряд работ, которые подтверждают и этот неблагоприятный эффект. А ещё некоторые виды даже пищевого пластика исследователи обвиняют в выделении канцерогенных токсинов, например, бисфенола. Я решил сдать анализ и выяснить, какие следы современная мусорная цивилизация оставила в моём организме, чем это грозит. Результаты меня удивили. Также мы узнали, могут ли биоразлагаемые пакеты стать тем чудом, что спасёт планету от катастрофы? Как живёт самый безотходный человек в мире? За какие бытовые провинности в Японии можно сесть в тюрьму на 5 лет? И способны ли современные технологии превратить кучи мусора в горы денег? Откуда берётся весь тот мусор, который тухнет на свалках, отравляет почву и воду, загрязняет океан и губит животных? Мы сами покупаем его в магазинах. Можно ли как-то изменить свою жизнь, чтобы почти ничего не отправлять в мусорное ведро? На самом деле, да. Примерно вот столько образуется мусора в год у самого безотходного человека в мире. Беа Джонсон, американка французского происхождения, 9 лет назад написала книгу, ставшую бестселлером. В ней описаны 5 принципов zero waste, то есть безотходной жизни. Это мусор, который собрался у меня в 2014 году. Тут багажные бирки, что-то от паспорта. Всеми секретами Беа делится в своём блоге. Главное её правило – не дать мусору попасть в дом. В магазин она ходит с большими авоськами, в которых куча баночек и мешочков для всевозможных продуктов. Когда я в первый раз пришла со своими баночками в магазин, у меня спросили, зачем вам это? Я ответила, что не хочу собирать мусор. И предавщица сказала окей. Я не стала ей объяснять, зачем и почему я это делаю. Дома тоже ничего случайного. В ванной бамбуковые, не пластиковые, зубные щётки. Паста куплена на розлив в свою тару. То же самое с чистящими средствами на кухне. В гардеробе минимум вещей. Даже нижнее бельё она занашивает буквально до дыр, а потом штопает. Идея ноль отходов после выхода книги широко разошлась по миру. В России тоже начали открываться зиру-вейст-магазины. В них можно купить на развес крупы, сладости и почти всю бытовую химию. А ещё многоразовые маски, бахилы, ушные палочки, ватные диски и даже средства женской гигиены. После использования просто вы свою многоразовую прокладку заворачиваете и вот так защипываете. Убираете в сумку, ничего не пахнет, ничего не вытекает, дома просто застирываете. У вас есть своя баночка для панели? У людей, которые просто не вдавались в подробности и не узнавали, что это глаза непонимания. Зиру-вейст – это когда вы стараетесь в свои обычные привычки заменить и сделать их более экологичными. Принципы безотходной жизни пришлись по душе и экоактивистки из Москвы Ирине Козловских. В её сумочке всегда пара самодельных мешочков для овощей или хлеба, чтобы не брать лишнего пластика. Многие товары она выбирает ещё и по экологичности упаковки. Вот смотрите, они на чёрной подложке. Она сделана из вспененного полистирола. И особенность чёрного материала в том, что его невозможно отправить на переработку. Здесь вроде бы кажется, что упаковка уже не пластиковая, а подложка бумажная. Кажется, что вроде бы она чуть получше, но на самом деле нет. Мне кажется, дерево не для того росло 25 лет, чтобы стать одноразовой вещью. Жестяную тару Ирина сдаёт в переработку, а стеклянную использует повторно. Например, зубная паста у неё хранится в банке из-под селёдки. Мусорное ведро, рассказывает девушка, последний раз она выносила два месяца назад. С тех пор в нём появились лишь несколько пакетов, да грязь с пола. Остатки пищи вместо ведра отправляются в вермикомпостер. Здесь живут специальные компостные черви. Они их съедают и производят биогумус. Запаха нет. А на выходе получается удобрение для домашних растений. В общем, почти замкнутый цикл переработки в отдельно взятой квартире. Безотходность Ирина сделала даже своей работой. В благотворительном фонде «Второе дыхание» она с коллегами собирает каждый месяц до 80 тонн старой одежды. Приёмные баки установлены по всей Москве. В фонде всё тщательно перебирают. Брендовые вещи отправляют в магазины секонд-хенд. Те, что с пятнами и дырками, на ветошь. Вещи, которые буквально пару раз надели и выбросили, достаются малоимущим и многодетным семьям. Но в современном мире, где, как говорит Ирина, маркетологи очень стараются продать клиентам побольше товаров, сложно отказаться от новых модных вещей, одноразовых стаканчиков, удобных и практичных пластиковых пакетов. На Западе тоже идея Zero Waste пока не стала очень популярной. Мы делаем то, что нам посильно. Никто не перебёт и не скажет, что у тебя ноль отходов, а ты не молодец, потому что ты пьёшь молоко из неперерабатываемой попковки. Не надо пытаться попасть в точку, где мы святые, у нас Zero Waste, мы никаких отходов больше не производим. Ну, это сложно, это реально путь аскезы и лишений. В странах, где территорий для свалок просто нет, а уровень потребления очень высокий, власти пошли другим путём. Раз отходы невозможно свести к нулю, надо их перерабатывать. В основе тотальная сортировка. В доме Михаила Истратова из Стокгольма целых шесть мусорных контейнеров. Здесь у нас биомусор. Здесь общий мусор, то есть то, что нельзя сортировать. А здесь у нас стекло. Разделить мусор недостаточно. Выбросить каждый вид нужно тоже в определённый контейнер. Здесь у нас кладётся биомусор. И из него, из каждого такого мешка делается 2,5 километра топлива на автобусы, которые у нас крутятся по Стокгольму. То есть из него делается биогаз. А сюда кладётся общий мусор. И это то, что невозможно сортировать. Пластик и картон около дома выбрасывать нельзя. Его отвозят на общие площадки с большими контейнерами. А электронику, бытовую технику или мебель сдают в отдельные пункты приёма. В Японии сортировать отходы нужно не только по фракциям, но и по дням недели. Сковородки, посуда, зонтики. Мелкие ненужные бытовые предметы, но не электронные. Ты можешь их выкинуть два раза в месяц по пятницам. Если ты туда что-то нечаянно засунула, то тебе просто наклеивают такую предупредительную жёлтую наклейку. И оставляют тебе этот мусор. Расписание такое. Пищевые отходы выбрасывают в понедельник и четверг. Во вторник макулатуру. В среду стеклянные и металлические банки и бутылки. Не успел? Забыл? Жди следующей недели. Татьяна Порешнева уже 18 лет живёт в Токио. Говорит, до сих пор иногда путается в строгих правилах. В крохотной кухне у Татьяны едва умещаются три мусорных ведра. Отходы она хранит даже в холодильнике. Меня научили подруги-японки, что они не выкидывают, например, мясные обрезки, ещё что-то такое, что вот завоняет. Они их завёртывают в полиэтилен, в пакетик и в морозилку. То есть ты когда летом выкидываешь мусор, ты ещё с морозилку подчищаешь, смотришь, что у тебя в морозилке, какой мусор хранится. Японцы, говорит Татьяна, патологические эстеты. Хороший товар, по их представлениям, обязательно должен быть упакован на совесть, то есть в несколько пакетиков и обёрток. В итоге где-то в 70-е Япония начала превращаться в гигантскую свалку, но быстро одумалась. Сейчас злостным нарушителем экологических правил здесь грозит до пяти лет тюрьмы или штраф порядка 4,5 миллионов рублей, если перевести на наши деньги. Выручает японцев их легендарная дисциплинированность, которую воспитывают с детства. Один раз я увидела детей, гуляя по станции, по большой. Они ходят и собирают вот эти бычки, и мусор весь собирают. Ни одна мама, я думаю, что японская не будет сердиться, что её ребёнок собирал мусор вместо школьных уроков. Это и есть школьный урок, как вести себя. И на этом складывается, что ли, у них менталитет их чистоты. Более того, мусор здесь считают ценным ресурсом. Из прессованной золы после сжигания отходов строят искусственные острова, расширяя территорию. Так, например, в Осокском заливе появился насыпной участок с аэропортом. Жизнь по соседству с гигантской свалкой Тимохова заставила сортировать домашние отходы и экоактивиста Дениса Комарова. Он говорит, глупо жаловаться на вонь с полигона и самому ничего не делать. Это зависит ни от правительства, ни от каких-то высоких чинов, ни от людей в каких-то кабинетах. Это зависит от обычного человека. Когда начинаешь с себя, ты хотя бы даешь пример всем остальным. Правда, своего вклада в борьбу с мусором Денис пока особо не чувствует. Говорит, в России еще слишком слабо развита система сортировки и переработки. Так ли это в реальности? И что можно узнать о свалке, если смотреть на нее с высоты птичьего полета? Сколько золота выбрасывает в помойку каждый из нас? И что еще полезного есть в мусоре? Где все это уже научились извлекать? Обо всем буквально через пару минут. Вы удивитесь, если узнаете, что каждый год россияне выбрасывают на свалку почти полтонны золота. И это не фигура речи. Драгметалл, который содержится в платах электронной и бытовой техники, в 95% случаев оказывается именно на мусорном полигоне, где ему совсем не место. Идею о том, что из отходов можно и нужно извлекать как можно больше всего полезного, начали воплощать в жизнь в нашей стране три года назад. За дело взялись, когда стало понятно, что емкости полигонов вот-вот закончатся. Рассчитаны они на 30 миллионов тонн в год, а производим мы почти вдвое больше. Общий размер полигонного захоронения у нас в стране по квадратуре занимает территорию средней европейской страны. Если мы ничего не будем делать с отходами, то мы удвоим этот показатель в течение пяти лет. Сначала в Москве, а потом и в большей части регионов на контейнерных площадках около домов появились два мусорных бака. В столице, например, серый для пищевых и загрязненных отходов, синий для того, что можно переработать. Макулатуры, пластика, металла и стекла. И система уже приносит результаты. Увидеть это можно на сортировочных станциях, куда привозят всё из дворовых баков. Видно, какой он грязный, этот обычный несортированный мусор. Как говорят здесь на заводе, из него можно извлечь полезного чего-то, максимум 15-20 процентов. А вот это мусор предварительно отсортированный самими жильцами. Здесь выход уже гораздо выше, 35-40 процентов. В два раза существенная разница. На лентах конвейеров из мусора отбирают то, чему ещё можно дать новую жизнь. Как в этом хаосе вообще разобраться? Номер сплющенный автомобильный. Фантастика. И не один пластиковый. Они пластиковые, они не идут в переработку. Конкретно на этом месте необходимо собрать пластик вот такого вида. Что-то типа бытовой химии. Бытовая химия, да. Упаковки, да, такие? Сюда собирается алюминиевая банка. Сюда собирается пэт-бутылка обычная из-под напитков, да. Сюда собирается жестяная банка. Вот. Четыре вида здесь? Да. Это несортированный мусор? Или это отобрано жильцами уже? Это то, что жильцы наши разделяют. Я здесь вижу всё подряд. Плохо разделяют? Вот так вот разделяют. Тут недавно проехал мешок с землёй какой-то. Глаза буквально разбегаются. У меня уже через 10 минут начала кружиться голова. А сотрудники находятся тут по 10 часов в день. Работа адская. Шубейка. Недоношенная. Потом пойдёт куда-то в дело? К сожалению, текстиль, который попадается в данных отходах, не пригоден на переработку ввиду характерного запаха. После ручного разбора, когда всё самое ценное, картон, стекло, некоторые виды пластика уже отобраны, в дело вступают машины. Например, из пластика в огромных барабанах буквально отбивают частички органики и земли. Дальше оптический контроль. На скорости 3 метра в секунду поток обстреливается световыми лучами. И по тому, как эти лучи отразились от материала, он делится ещё на два потока. В результате получается больше 40 фракций. Вначале был полный мусорный кавардак, а теперь совместными усилиями рук и машин удалось очень качественно разделить. Жестяные банки, картонная и пластиковая упаковка, бутылки, ещё несколько видов пластика. Но особенно меня впечатляет вот эта. Смотрите, абсолютно белая, неплохая офисная бумага. С этим уже можно работать. Это совсем не похоже на мусор. Говорят, люди приходят сюда фотографироваться на фоне вот этого преображённого кубического мусора. С сортировочного комплекса на дальнейшую переработку можно отправить пока только пятую часть готового сырья. Треть, это в основном органика, следует на компостирование. В огромном ангаре, где создаётся буквально тропическая жара, остатки пищи превращают в технологический грунт. На клумбах вокруг комплекса на востоке Подмосковья в нём даже выращивают томаты, баклажаны и кабачки. Пока для исследований не попадёт ли из мусора в овощи что-то вредное. Результаты обнадёживающие. Тем не менее половина отходов на данный момент всё равно оказывается безвозвратно испорченной и отправляется на полигоны. Полностью преобразиться вся гигантская отрасль обращения с твёрдыми бытовыми отходами должна к 2030-му. Цель – пропускать через сортировку весь мусор в стране и из половины получать вторичные материалы для строительства сельского хозяйства и промышленности. Раздельный сбор должен быть частью общей инфраструктуры. Просто установить два бака, но при этом иметь полигонное захоронение не приведёт к желаемому результату. Для решения задачи был запущен национальный проект «Экология», благодаря которому уже закрыли 41 городскую свалку, а в ближайшие два года прекратят своё существование ещё полторы сотни. Но прежде их оцифруют, то есть создадут 3Д-модель каждой свалки. Конечно, при помощи техники. Сейчас в данный момент коптер летает на скорости 11 метров в секунду на высоте 120 метров. Здесь получается 3 см на пиксель разрешение. Таким разрешением на земле можно увидеть пустую бутылку из-под воды. В ходе таких работ используют и профессиональные беспилотники со специальными оптическими дальномерами. Лидар позволяет пробивать траву, листву. Таким образом мы получаем трёхмерную модель конкретно рельефа земли. Коптеры делают сотни снимков, которые сшиваются в одно изображение, причём с привязкой к координатам. В итоге получается полное понимание того, как велика свалка и сколько на ней мусора. Ей задача глобальная определить, есть ли нарушение на объекте, может ли он ещё послужить какое-то время, сколько это время он может послужить, исходя из текущего объёма и проектной документации. Отказаться от полигонов в одночасье невозможно. Но сама идея просто сваливать мусор в кучу уже верным путём идёт на свалку истории. Вот как ещё три года назад выглядел Челябинский мусорный полигон, самый большой в Европе. 70 лет он отравлял жизнь всему городу. Чайки, вонь, постоянные пожары. И всё это в двух-трёх километрах от жилых многоэтажек. Свалка просто начала гореть. Площадь горения была огромная. Это, по сути, были гектары. Сейчас бывшая свалка больше напоминает завод, задача которого – обезвредить всё токсичное. В теле полигона проделали 18 с половиной тысяч проколов на глубину 17 метров и соединили трубами. Весь этот газ, который находится в теле свалки, собирается вот в такие манифолды, и вот по таким трубам он здесь собирается и подаётся на газосжигательную установку. И там он уже просто сгорает без вредного воздействия на атмосферный воздух. Фильтрат, загрязнённую отходами жидкость, пропускают через многоступенчатую систему очистки – обратный осмос, ионообменные фильтры и установку ультрафиолетового обеззараживания. Впрочем, даже несмотря на это всё абсолютно безопасным, полигон станет только лет через 10-15. Тело свалки по-прежнему живёт. Здесь по-прежнему, хоть в небольших дозах, но тем не менее есть выбросы газа. Подмосковный полигон Тимохова тоже начали рекультивировать. Рядом с ним запущен сортировочный комплекс, начатые работы по дегазации. Запаха, признают жители, уже стало меньше. Понятно, что это дело не одного года, и быстро очистить подземные источники тоже невозможно. Так что сейчас деревню подключают к трубе, которая поставляет воду в Подмосковье аж из Владимирской области. Ну а что говорит наука? Есть ли способы навсегда избавиться от уже накопленных отходов и безопасно перерабатывать новые? Кто создаёт супер-бактерии, которые не прочь полакомиться пластиком? Как из куриного помёта и протухшей колбасы сделать корм для животных, а из пластика футбольную форму и синтетическую нефть? Могут ли биоразлагаемые пакеты из продуктовых магазинов решить проблему загрязнения природы? И что обнаружила лаборатория в моём организме после исследования на токсины из пластика? Об этом совсем скоро в финале нашего научного расследования. В России в год производится примерно 26,5 миллиардов пластиковых пакетов. Ими можно было бы трижды обернуть всю Москву. И, по сути, у каждого такого пакета билет только в один конец. Из магазина до мусорного ведра. Потом попаду. Озабоченные экологией компании стали предлагать клиентам биоразлагаемые пакеты, которые вроде бы потом должны раствориться в природе без ущерба. Но так ли всё однозначно? Мы провели эксперимент. Взяли семь образцов таких пакетов, измерили их прочность, а потом закопали на три месяца в землю. Биоразлагаемость пластику могут обеспечивать либо органические компоненты вроде кукурузного крахмала, либо примеси солей металлов, так называемые оксодобавки. И те, и другие, по уверениям производителей, заставляют пакеты под действием солнечного света и кислорода распадаться до неорганических соединений на 90% за месяц. Но может ли такой пакет раствориться под землёй или в условиях свалки, где он обычно и оказывается? Он попал в анаэробные условия, где нет ни света, ни воды, ни тех необходимых условий, в которых он бы биоразложился. Ничего он не биоразложится. Действительно биоразлагаемым из наших образцов можно считать только один, ещё советского типа целлофан. Он произведён, по сути, из древесины. Остальные показали себя хуже, потеряли от 15 до 20% массы. При этом образцы с органической добавкой когда-то растворятся, а вот оксоразлагаемые не факт. Вместо цельного куска пакета мы получаем вот такой вот фрагментированный состав, кусочки. Не только почти любые пакеты, но и вообще большинство видов пластика распадаются в итоге на микрочастицы, которые потом через еду, воду и воздух попадают в тело человека с пока неясными последствиями. Учёные по всему миру ищут способы полного разложения пластика. В лаборатории исследовательского центра биотехнологии РАН, например, работают над биологическими методами. Мы закладываем в камеры компостирования такие образцы из пластика, аморфного пластика, и следим за их разложением, за образованием биоплёнки микроорганизмов на их поверхности. Сейчас действительно во всём мире просто и целенаправленно ищут организмы, которые способны как-то разлагать пластики и даже пытаются геноинженерными методами создать вот такой суперорганизм, который мог бы разлагать пластики. Возможно, скоро российские учёные получат таких микробов, которые смогут слопать пэт-бутылку с такой же скоростью, как, например, бумагу. Впрочем, есть и другой путь. На первый взгляд и не скажешь, но форма, в которой тренируются эти спортсмены, особенная. В прошлом футболки и шорты были пластиковыми бутылками, которых ушло в среднем 18 штук на каждый комплект. Форма хорошо сидит, дышит. Единственное, что когда потеешь или, допустим, воду на себя вливаешь, она иногда чуть-чуть тяжёленькая, это единственный минус, а во всём остальном она вообще прекрасна. А ещё из канистр, флаконов из-под бытовой химии, тары для напитков, можно делать купальники, обувь, сумки, плащи, обивку для залона машин, наполнитель для одеял и курток. Конечно, чтобы получить хороший товар, нужно использовать чистое вторсырьё. На этом перерабатывающем заводе в Твери говорят, что две трети усилий тратят на то, чтобы просто отмыть пластик от налипшей грязи. Мы вывозим на полигон мусора обратно более 400 тонн в месяц. Это огромное количество. Это то, что прилипло к бутылке в виде песка, грязи, каких-то там наслоений. Сначала то, что доставили с сортировочного комплекса, вручную снова перебирают. Затем дробят и отмывают. А потом ещё раз сортируют с помощью специальной ванны-гидрофлотации. В ней частички этикеток и крышечек, более лёгкие, всплывают, а остальное оседает на дне. После сушки это уже готовое к работе сырьё. На заводе перерабатывают 4 вида пластика из 7, которые чаще всего используются в быту. Маркировка в виде треугольника с цифрой есть на каждой упаковке. Числа 1, 2, 4, 5 означают, что пластик поддаётся переработке. С остальными возникают проблемы. Они либо выделяют вредные вещества, либо состоят из множества компонентов, которые невозможно отделить друг от друга. Если такой пластик попадёт во вторсырьё, то может испортить всю партию. Но переработчики не призывают всем заучивать номера и названия полимеров. Говорят, что достаточно любой пластик просто помыть и выбросить в синий бак около дома. Специалисты разберутся, что делать дальше. Чем быстрее мы людей научим грамотности экологической, тем нам легче всем будет. Мы не будем смотреть на бутылку, как на мусор. Для нас это мусор. Но если мы смотрим на это с другой точки, то это вторичные материальные ресурсы, то, что можно переработать. Менять отношения к отходам призывают и в этой компании, где из макулатуры создают новую упаковку. Обрезки журналов, настольных игр, картонных коробок заливают большим количеством воды и замешивают как тесто. Это похоже на блендер, который стоит у нас на кухне. Нужно разволокнить картонную коробку, чтобы она превратилась в отдельные волокна, с которыми мы сможем работать позже. Затем в емкости с полученной пульпой обмахивают форму, высушивают в печи, и новый товар готов. Лотки для грибов, фруктов и яиц, держатели для стаканчиков, защитную упаковку для бытовой техники. Все это можно изготовить из ненужной бумаги. Это изделие делается на 100% из макулатуры. То есть первая жизнь уже где-то закончилась, и эта вторая. Мы будем рады получить ее обратно в домике, там, где она родилась, и сможем переработать ее как минимум 30 раз саму в себя, а в отдельных случаях и до 60. Над идеями, как из мусора получить что-то новое и необычное, работают во многих научных лабораториях. Например, в Пермском политехе разработали установку, способную из отходов производить синтетическую нефть. Это, по сути, те же процессы, благодаря которым за миллионы лет углеводороды образовывались в природе. Ученым удалось сжать это время до нескольких часов. Сам по себе процесс заключается в нагреве под давлением, где происходят определенные химические процессы, удаление кислорода, и фактически получается материал стабильный, близкий к природной нефти. Синтетическую нефть можно получить из пластика, дерева, пищевых отходов, иловых отложений, зачистных сооружений. Наши с вами отходы содержат большое количество калорийных фракций, которые можно использовать в качестве топливных элементов. А вот еще идея, как отходы превратить в доходы. Вот в этой компании в Ленинградской области ни много ни мало опробуют модель так называемой циркуляционной экономики. Сердце всей системы – печка Гагарина. Так зовут ее создателя. Гагарин – имя, а Рутюнян – фамилия. Я родился в 61-м году, 12 апреля. В тот самый день? В тот самый день, да. И идея приходит, отца говорит, ура, Гагарин, в космос полетит. У меня с ним родился, я его назову Гагарин. Изобретатель рассказывает, что однажды в новостях про лесные пожары увидел огненный вихрь и решил, что это природное явление можно использовать и в благих целях. В печи создается активное вращение пламени и воздуха. Скорость движения потоков, по уверению создателя, достигает 200-300 метров в секунду. За счет активного притока кислорода температура пламени достигает почти 1500 градусов. В итоге безопасно сгорают любые бытовые отходы. Ну что, пластик? Это пластик, это бумага, это тряпки, это дрова, это ящики. А вот картофельные очистки какие-нибудь, рыба там, кости. Абсолютно все. Полученное тепло питает большую установку, которая измельчает, стерилизует и сушит отходы пищевых производств. В результате получается корм для животных. Например, рыбы, которую тут же и разводят, опять же, пользуясь теплом от печки Гагарина. Оно же согревает и расположенные рядом фермы по разведению личинок мухи черной львинки. Это ценная белковая добавка к корму для сельскохозяйственных животных. Главное, здесь решают проблему органических отходов, которые и сами заполняют свалки, и загрязняют годные к переработке пластик и бумагу. Вообще вся мусорная реформа должна начинаться с большого слова О, органика. Она моментально портится. Это опасность для нашей окружающей среды. А кроме того, согласитесь, это шикарное сырье. Это сырье, которое мы бездарно просто вывозим на полигоны. И тут есть не одно решение. Например, вот такие мини-сушки из Кореи позволяют перерабатывать пищевые отходы там же, где они производятся. Прямо в городских столовых, детских садах, школах, ресторанах. Установки компактные, их ласково называют мамонтятами. Работают как скороварка, без запаха, давлением и температурой превращают остатки пищи или, например, навоз, в удобрения или кормовые добавки для животных. Такая мини-станция появилась в этом году в одном из российских зоопарков, где мамонтенка кормят навозом слонов и жирафов. Основной источник навоза, это именно слоновий навоз, подлежит уже утилизации. Ну, довольны и мы, и посетители зоопарка. Возможно, новые технологии принесут облегчение и в жизнь садоводов из башкирского города Благовещенска. Уже не первый год они жалуются на невыносимый запах с ближайшей птицефабрики. Они взяли в аренду земельный участок, вырыли карты и сказали, что это помёты хранилища. Мы изучили этот вопрос, а помёты хранилища там только название. Гости перестали ездить, у вас, говорит, тут пахнет, что невозможно, говном, по-русски говоря. Мухи, вонь, грызуны – это ещё полбеды. Отходы птицефермы, как говорят жители, отравляют и единственный источник питьевой воды в округе. Нет, я этой водой, блин, пить не буду. В общем, вот как-то так. Родник-то всё иссяк. Представители птицефабрики до недавнего времени лишь разводили руками. Мол, жильё само пришло туда, где его не должно быть. Была нарушена санитарная зона, санитарно-защитная зона предприятий. Естественно, подселение произошло достаточно близко, да, и возник вот такой конфликт интереса. По опасности, помёт сродни нефтепродуктам. Мочевая кислота выжигает почву и убивает растения. Предприниматели обратились к уфимским учёным, и те нашли способ перерабатывать зловонные отходы. Из них химически выделяют белок, который можно использовать как кормовую добавку. Внедрить новую технологию планируют в течение 3-5 лет, и тогда, уверяют птицеводы, от запаха в районе не останется и следа. А пока, к сожалению, людям придётся терпеть. Что же в итоге? Погибнем ли мы под слоем мусора? Надежда есть. Отвратительно пахнущие, токсичные, вредные отходы способны удивительным образом преображаться. Вот хотя бы крафтовые открытки художницы Анастасии Родионовой, сделанные из магазинных чеков. Их кусочки с добавлением обычной бумаги залибаются водой. Потом в эту пульпу Анастасия обмакивает рамку и сушит получившийся листок. Выходит открытка, на которой можно написать поздравление или, например, интересную цитату. Что-то внутри всё равно ёкнет, и ты начнёшь задумываться, потому что либо мусор нас, либо моего. В чеках, по словам художницы, можно увидеть всю суть общества потребления. Они отправляются в урну буквально через несколько секунд после выхода из кассового аппарата и при этом не поддаются переработке. В чеках мало целлюлозы, зато есть токсин-бисфенол, который портит любую партию хорошей макулатуры. Кстати, это вещество, согласно массе исследований, может попадать в организм человека из пищевого пластика и оказывать канцерогенное действие. Я сдал анализ на содержание бисфенола в организме, и, к счастью, повышенного уровня не обнаружилось. Видимо, я всё-таки использую безопасные виды, производители которых не обманывают, когда наносят маркировку с ножом и вилкой. Ну и, конечно, надо сдавать пластиковые отходы в правильные баки, стараться избегать одноразовых вещей и чрезмерного количества упаковки. Если возобладает разум, то мир будущего – это тот, где и создают меньше отходов, и умеют их превращать во что-то полезное. Только это может спасти нас от гибели под натиском мусора. Наука уже дала человечеству практически все нужные технологии и знания. Осталось ими воспользоваться. Обещался, что попаду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова